Здравствуйте, уважаемые коллеги! С вами магазин Мир Моделей и я Константин. Сегодня у нас обзор аэрографов фирмы Hardat & Steinbeck, которые мы получили совсем недавно. Эти аэрографы у нас пойдут в сравнении с довольно знаменитыми аэрографами фирмы Jazz и новым аэрографом Inket, который появился недавно на нашем рынке. Начинаем с самого простого аэрографа фирмы Hardat & Steinbeck. Это Ultra. Наверное, вас удивит, что коробка у них новая. С этого года Ultra идет в новой коробке в стандартном чемоданчике, в котором раньше шли только дорогие аэрографы. Это самая простая модель, но тем не менее все расходные материалы у нее, то есть стекла, сопла, диффузор, ровно такие же, как у всех остальных больших моделей. Как все немецкие аэрографы Ultra разбираются абсолютно полностью, это вообще признак хорошего аэрографа и немецкого аэрографа в частности. Что это дает, вы можете поменять все прокладки в аэрографе и можете тщательно его промыть в любой момент. Как и у всех остальных Hardat & Steinbeck, сопло не резьбовое, оно прижимается через прокладку корпуса, самоцентрируется и зажимается диффузором. Это очень удобно, вы никогда не повредите сопло, когда будете его устанавливать на резьбу, как это происходит, например, у аэрографа фирмы Jazz. Следующий аэрограф у нас это Silverline. Одна из самых удачных моделей у Hardat & Steinbeck, это уже большая серия аэрограф, который позиционируется фирмой для работы с активными растворителями, летучими и так далее. Большинство покрытий в нем и все прокладки сделаны таким образом, чтобы эти растворители выдерживать. Плюс у Silverline есть еще очень приятная вещь, которую в остальных аэрографах, как правило, надо покупать отдельно. Это фиксатор иглы. Очень удобно, то есть когда вы выставляете определенное положение и триггер не уходит дальше назад, чем это необходимо. Это уже более сложная модель, чем Ultra, поэтому, например, бачок у нее крепится на резьбе. Это тоже очень удобно. Отверстие гораздо больше и аэрограф удобно мыть. Плюс вы видите камеру, видите повреждения иглы, если вдруг такое произойдет, видите на нее налипание краски. Вот это тоже удобно, вот из-за того, что отверстие широкое. Значит, в этом аэрографе есть вот это большое кольцо. Оно не случайно сделано здесь и его нет на ультре. Кольцо удлиняет корпус аэрографа и именно оно и позволяет ставить хвостовик с фиксатором иглы. Если бы его не было, к сожалению, на Ultra вот этот фиксатор, даже если его купить отдельно, поставить нельзя. Резьбовое соединение с бачком позволяет устанавливать сюда и большой бачок, вот в котором уже 5 миллилитров. Он гораздо больше, если вы работаете с большими моделями, ну, например, красите танк Меркаа в 35 масштабе. Это очень удобно, потому что краски сюда входят достаточно. Бачок приобретается отдельно. Он есть у нас в магазине, можете купить. Очень полезная вещь к бачку – это крышка. Потому что, когда вы работаете с аэрографом и наклоняете его над моделью, вы никогда не прольете ничего из нее крышки дырочкой, поэтому краска совершенно спокойно проходит в аэрограф, не застревая. Эта модель аэрографа называется Evolution Chrome Plus. Она новая в нашем магазине, раньше мы ее не заказывали. Очень интересная модель. Корпус покрыт тройным покрытием хромосодержащего состава специального. Вот, также аэрограф покрыт хромом изнутри. Кроме того, что это дает очень большую долговечность корпуса, он стоит к большинству растворителей. Это еще позволяет работать с ним людям, у которых какая-либо аллергия к металлу. Такое, к сожалению, бывает. Вот, модель улучшенная. Она немножко дороже, чем Silver Line. Не намного, но все же дороже. Поэтому немцы в нее положили очень интересные опции. Например, если вы видите, сопла впереди стоит новая, так называемая, рогатая. Она позволяет работать с большим комфортом, с тонкими линиями. Особенно, если вы используете краску на водной основе, а не на спиртовой. Вот, плюс. Как вы видите, на аэрографе уже стоит крышечка на бачке. Вот, она уже идет в комплекте. Во всем остальном, аэрограф очень похож на Silver Line, но фиксатора иглы нету на хвостовике. То есть, если вы захотите это сделать, если вы пользуетесь часто фиксатором, то вам придется купить дополнительно хвостовик. Он у нас продается. Правда, должен сказать, что хвостовик, который продается отдельно, обладает очень удобной функцией. Например, когда вы нажимаете кнопочку на хвостовике, вот, он возвращается в исходное положение, которое вы настроили, и вы спокойно работаете с триггером. Когда вам надо промыть аэрограф и резко отвести триггер назад, вы опять нажимаете кнопочку, хвостовик отходит в заднее положение, вы спокойно промываете аэрограф. Потом возвращаете его опять в то же положение, в каком вы работали. Ну и вот это венец творения фирмы Харда Тенштейнбек, Infinity, самый лучший аэрограф, который выпускает фирма. Вот, точно так же, как Хром Плюс, он тоже идет в комплекте с рогатым соплом сразу. Аэрограф очень сбалансированный. Он прекрасно лежит в руке. Если любой другой, даже Харда Тенштейнбек, я уже не говорю о китайских аэрографах, кажется тяжелым, несмотря на свой вес, Infinity прекрасно ложится в руку. Видите, она даже сама не выпадывает, если ее только придерживать одним пальцем. Хвостовик с регулировкой у нее мало того, что есть в комплекте. На нем еще нанесен лимб, и вы можете выставлять очень точно ход триггера. Вот, точно так же, как у всех Хардадов, у него в комплекте съемная сверху емкость. Вот, в остальном она очень здорово похожа на остальные модели. Но тут добавлены, вроде бы, мелкие детали, которые, во-первых, позволяют аэрографу очень здорово лежать в руке, а во-вторых, очень хорошо центрируют иглу. Крепление иглы тут несколько сложнее, чем во всех остальных аэрографах. И даже такая мелочь, как, например, вот если вы посмотрите, то в триггере есть отверстия. Кроме того, что это, ну, конечно, дань красоте и моде, вот, триггер облегчен. И вот эти три отверстия даже убавляют некоторое количество веса в нем. Он ходит несколько легче, чем даже у Хрома. Теперь сравнение. Перед нами лежат три аэрографа. Хардадтенштейнбек Хром Плюс. Инкет Катана. И самый обычный Джаз 1113. Вот, сейчас, беря их в руки, я вам буду говорить, в чем разница. Если взять вот эти любые два аэрографа, либо этот, либо этот, а после него взять в руки немецкий, заметно, насколько немецкий легче. Несмотря на то, что корпус у него покрыт тремя слоями Хрома, корпуса китайского аэрографа заметно тяжелее. Емкость. Значит, в этих аэрографах емкость несъемная. С одной стороны, вроде, это кажется удобным, почему бы и нет, но если вы работаете с небольшими деталями, емкость будет закрывать обзор от вас. Здесь вы просто меняете емкость на более маленькую, если вам это надо, и вам будет все прекрасно видно. Теперь самое интересное. Когда мы нажимаем триггер аэрографа и отводим его назад, даже на инкете чувствуется очень большое усилие. У немецкого аэрографа триггер гораздо мягче. Намного. Плюс к этому, только у немецкого аэрографа этого больше не делает никто. Когда вы пускаете воздух, можно отрегулировать мягкость хода триггера. Когда вы нажимаете кнопку у китайского аэрографа, весь воздух сразу подается к игле. И дальше вы уже регулируете только поток краски. В немецком аэрографе по мере того, как вы нажимаете в глубину триггер, воздуха подается больше. Если вы его чуть отпускаете, воздуха подается меньше. Это тоже не сделано нигде. Плюс к этому, аэрограф гораздо приятнее лежит в руке. Вот я, честно говоря, привык его держать вот так, как вы видите. На этом месте у китайских аэрографов технологическая накладка. Это не очень удобно. Аэрограф выскальзывает из руки. Немецкий в руке лежит прекрасно. Вот, уважаемые коллеги, наш сегодняшний обзор. Напоследок, я вам хочу сказать, что мы специально не пытались в кадре показать, как эти аэрографы работают. Это довольно длительный процесс. Мы хотели сделать небольшой обзор, чтобы объяснить, почему мы выбираем Харда Тенштейнбек и рекомендуем его нашим клиентам. Если у вас есть такое желание, вы хотите посмотреть, как эти аэрографы именно красят, проводят линии и делают мелкие рисунки, пожалуйста, обращайтесь к вам. Мы обязательно либо снимем ролик, в котором покажем, как работают аэрографы, либо накрасим образцы и продемонстрироваем их тоже в нашем ролике. Большое вам спасибо за внимание. Всего доброго. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...